Всем привет, с вами Пенальчер Фонарда. Это гайд, как играть на позиции подсоса. Во-первых, все зависит от качества выбора позиции, чтения игры, игры корпусом и умения завершать моменты. Сейчас на видео я покажу несколько примеров голов с подсоса. Как вы видите, с подсоса добивать не очень-то и сложно. Самое главное, это хорошо выбрать позицию и забить в пустые ворота. Давайте поговорим о вратарях, которые борются против подсосов. Есть два типа. Первый тип это вратарь, который уходит ближе к своим воротам, чтобы не подпустить подсоса за себя. Второй тип это вратарь, которому вообще пофиг на подсоса и он помогает своей команде в атаке. Первым вариантом сейчас пользуются почти все вратари, то есть уходят за подсосом, потому что им вечно в чат пишут, не пускайте подсоса. Ну и это правильно, потому что так меньше вероятность пропустить гол. Но есть и минусы. Когда вратарь встает за подсосом, он освобождает зону четвертой и шестой линии, куда выбивает опорник защитившиеся команды. И потом он подбирает мяч, и вследствие чего атака команды заканчивается. Идет контратак. Вторым вариантом, то есть когда вратарю пофиг на подсоса и он помогает своей команде в атаке, пользуются команды из первого дивизиона, которые действительно умеют играть в пас и не терять мяч в атаке. И минусы этой тактики, это то, что легко пропустить гол с подсоса. Теперь давайте перейдем к навыкам, которыми должен обладать подсос. Первое, это выбор позиций, то есть вы должны правильно располагаться для передачи в свободную зону, чтобы, соответственно, забить с подсоса или просто вывести команду свою из обороны. Далее, чтение игры. Ну тут, в принципе, все понятно, вы просто должны понимать, как развивается игра, читать игру и понимать, куда пойдет передача и что будет делать соперник. Третье, это игра корпусом. Вообще, про нее мало говорят, но если игрок правильно играет корпусом, он делает очень большую пользу команде. Что такое вообще игра корпусом? Это ситуация, в которой игрок придерживает, или мешает, или убирает соперника, чтобы спросить пас или удар для своей команды. Особо примеров хороших я не нашел, но сейчас покажу. Вот здесь мягко блокирует айф сайлента и лишает его возможности перехватить передачу или вернуться на ворота. Поэтому игра корпусом это очень классная штука, если вы умеете ей пользоваться. Так, перейдем к следующему навыку. Это умение завершать моменты. Здесь все просто. Чем больше у вас опыт, чем больше вы играете, тем у вас будет все лучше получаться. Играть и то, и лиги, трени, там два против одного, и все будет хорошо. Вот такое видео получилось. Надеюсь, все понятно объяснил. Можете поставить лайк за то, что я видео снял раз в три месяца. Можете написать в комментарии, про какую позицию сделать следующее видео. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!